Всем привет! В эфире LD News на канале LD. Август уже начался, минул уже год, сами знаете какого события, однако сфера отечественных визуальных новелл не стоит на месте и продолжает радовать новостями, а познакомлю вас с ними сегодня я, Агрифана. Но начнем мы не с новеллы, от которой уже давно не было действительно важных новостей, а с по-настоящему значимого события в РУВН-сфере. Ведь 1 августа стартовал анонсированный в прошлом новостном выпуске LDGEM. После официального начала мероприятия участники создали уже более 20 тем с конкурсными проектами в разделе обсуждений паблика GEM. Ну а призовой фонд с учетом зрительских донатов уже превысил отметку в 20 тысяч рублей. Хотите, чтобы они достались именно вам? Присоединяйтесь и вы к участию в LDGEM. И может быть вы создадите такую визуальную новеллу, что понравится не только зрителям и участникам, но и нашему жюри, в состав которого вошли не только известные по первому сезону Тейндет Аколайт, Диана Урбанович и художник Кабриолет, но и довольно именитые новички. Аниму Каната, Артем Кремененко и сам автор первых российских новелл Александр Щербаков. Также не можем не отметить и пару других мероприятий по созданию визуальных новелл. Во-первых, параллельно с LDGEM стартовал и традиционный микрорена. К слову, его регламент как регламент LDGEM не запрещает параллельное участие в других конкурсах. Так что если ваша новелла не противоречит остальным пунктам правил мероприятий, то можете смело участвовать в обоих. Ну а вторая новость о конкурсах касается проходившего весной и до конца июня EDVN Contest. Его организаторы наконец подвели итоги, выбрав тройку лидеров из пяти участвующих работ. Новелла Robot Inc. стала победителем, получившим слот для публикации в Steam и ряд других призов. А второе и третье места заняли новеллы Квартира 403 «Доступ запрещен» и Куатпас «Соответственно». И в конце данного блока еще одна новость. Как вы помните, в позапрошлом выпуске мы рассказывали об окончательном превращении сайта Anivisual.net в архив. И в целом, как вы наверняка сами могли заметить, уже долгое время в РУВН-сообществе стоит вопрос создания отечественного аналога ресурсу от Тернокса. Весной подобную роль попытался взять на себя сайт VN Hub, но его авторы не смогли удовлетворить все пожелания публики. Например, возможность собственного добавления новелл на сайт. Однако недавно подобную функцию для РУВН-щиков выкатили на сайте vngames.ru, создатели которого попутно перенесли к себе на сайт все новеллы с Anivisa. Вот такое громкое заявление о себе. Кстати, пишите в комментариях, как вы думаете, действительно ли VN Games может стать заменой Anivisa. Ну а мы двигаемся дальше и переходим к следующему блоку, где расскажем несколько новостей о, пожалуй, самых крупных и громких российских визуальных новеллах. Начнем здесь, естественно, с Зайчика, разработчики которого представили первый отчет по пятому эпизоду. Каких-то конкретных цифр они пока не называют, но отмечают, что в код забито начало заключительного эпизода. И несмотря на то, что уже где-то вместо артов стоят заглушки, по словам Сайкона, даже столь сырая версия уже чем-то напоминает полноценную игру. Не менее интересные новости пришли и от дуэта Томатора, которые сообщили о начале предзаказа в первой книге по их новелле Амнея 2 Вечности. Первый тон будет основан на руте Джошине и получит название Асфиксия. К слову, кое-кто из редакции ЛД уже оформил предзаказ книги, тем более, что за него обещаны не какие-то эфемерные DLC, а вполне реальная открытка с героями книги от художницы Ананки. А помимо этого, Томатора продолжают работу над грациями, куда уже пишутся концовки, а также обещают интересные обновления и для самой Амнеи. Прилетела важная новость от команды Moonworks, ведущей работу над новеллой Ион. Как сообщают авторы, они закончили работу над скетчами спрайтов всех персонажей, так что, возможно, долгожданная демо действительно имеет какой-то шанс увидеть свет в этом году. Ну и немного о другом проекте, к которому тоже имеют отношения некоторые из лунных рабочих. Новелла Little Green Girl от Орики и рекорда Надоева, как сообщается, максимально близка к релизу первого эпизода. Причем, по словам авторов, сейчас оставшиеся работы отданы на некоторые аутсерс, поэтому Орика и Надоедов сами уже вовсю трудятся над вторым эпизодом новеллы. Что ж, а теперь пере... Ах, да, как же мы могли забыть про любовь, деньги, рок-н-ролл. Как мы сказали в начале нашего выпуска, 4 августа творение Soviet Games отметило первую годовщину от своего релиза. Однако, к большому сожалению, других новостей о новелле не появляется. Конечно, я и мои коллеги по цеху все еще устраиваем съемки в образах персонажей по ЛМР, но вот Риточка с выпуском давно обещанных DLC и мастерской, к сожалению, уж очень затянул. Итак, теперь настало время перейти от воспоминания о релизах прошедших к релизам вполне настоящим. И здесь мы сперва скажем о выходе в Google Play демо версии Сейба. Так что, если хотели заценить новинку, ссылку мы оставим в описании. Другой интересный релиз прошедших двух недель. Выход новеллы Office Girls and Games. О крепкой женской дружбе. И да, судя по обзорам прочитавших, в истории о двух девицах-геймерах вы вряд ли найдете что-то по-настоящему горячее. Так что, приготовьтесь просто помогать им выстраивать хорошие отношения и прокачивать своих персонажей в онлайн-игре. Еще одна новинка. Новелла There is some answer before I. От студии Unusual Meaning. Это, по-своему, запутанный арт-хаус, в котором главному герою предстоит кое-что понять о своей жизни и попытаться сбежать из загадочного города вместе с одной из трех девушек. Но получится ли у него это? Ну и напоследок, релиз новеллы «Этим утром я решила умереть» от Стаси Шаршовой. В свое время она участвовала с этой работой еще на последнем джеме «Они Визы», а теперь при посредничестве Никиты Крюкова наконец-то выпустила ее в Steam. О чем эта история, вы можете понять из названия, поэтому лишь добавим, что публика, особенно зарубежная, приняла ее довольно неплохо, отдельно обрадовавшись тому факту, что сундтрек для игры писал сам Никита Крюков. А если вы хотите еще больше новинок, заглядывайте в паблик LD по понедельникам, когда выходит рублика «Релизы недели», либо ожидайте ее расширенную видеоверсию за месяц на YouTube-канале. К слову, совсем скоро мы расскажем вам о новинках июля. А пока будем двигаться дальше и перейдем к стандартным анонсам, отчетам и прочим новостям от разработчиков. И начнем этот блог с короткой новости о новелле «Королевская ночь», авторы которой сообщили, что она выйдет уже завтра, 7 августа. Так что будем ждать и постараемся оценить данную новинку, которая выходит аккурат перед последней сменой в летних лагерях, что точно добавит атмосферы при ее прочтении. Еще одна дата в наших сегодняшних новостях — 15 августа. Именно в этот день выйдет другая новелла в лагерной тематике — «Мой лагерь воспоминаний». Ее автор молчал почти целый год, но наконец вышел на связь и сообщил о практически полной готовности первого эпизода игры, который вы и сможете оценить лично в середине августа. Мы лишь напомним, что на канале LD выходил ролик из рубрики «Почему стоит ждать», посвященный моему лагерю воспоминаний. Ссылка на него будет в подсказках. Ну и от лагерной тематики перейдем к фэнтези, ведь авторы вселенной легенды Саваре поделились сразу несколькими новостями. Во-первых, стал публично доступен отчет за июнь, в котором авторы показали прогресс разработки своих проектов. Во-вторых, они опубликовали рассказ о народе татунов, представленном в их вселенной. Ну и, наконец, в-третьих и самых главных готова Steam-страница следующей новеллы в рамках мира Саваре под названием «Дети солнца», посвященная девушке Нуэлле. В свою очередь, у авторов трудовых будней все не так радужно. Недавно они сообщили о неудачном окончании краунфаундинговой кампании для своей новеллы. Всего им удалось собрать 6700 рублей от 8 донатеров, что составило лишь чуть более 1% от указанной суммы в полмиллиона. Впрочем, авторы будней отмечают, что изначально надеялись скорее на авось. Мы же, в свою очередь, подозреваем, что такой крах связан в том числе с тем, что на момент начала кампании по сбору средств у игры не было даже демо-версии оплатить за одни только красивые картинки и идею. Наученная горьким опытом бесконечных предзаказов ЛМР, публика просто не захотела. Что ж, теперь немного более позитивных отчетов. И здесь мы начнем с новеллы «Искренность мыслей». Авторы показали анимацию одной из героинь, а также сообщили, что к их команде присоединился некий художник по фанам, имя которого они пока не раскрывают, но обещают показать его труды уже совсем скоро. Далее у нас следуют «Юные сердца» от команды Skyseekers, которые работают над рутом Катрин и шлифовкой пролога для его публикации в Steam. Так уже должен быть закончен перевод, перерабатывается интерфейс и логотип, и идет создание иллюстраций. В общем, ждем релиз новеллы на площадке товарища Габена. И напоминаем, что у нас на канале также выходил ролик про Young Hearts, ссылка традиционно лежит в подсказках. И несмотря на то, что Егор Апрельцев в поте лица трудится над своей новеллой, он не забывает иногда помогать с музыкой и другим проектом. Вот и авторы «Мертвых глаз» продемонстрировали публике трек от Егора, а заодно рассказали, что в июле они начали собирать первую главу своей истории в код и продолжают работу над остальным текстом. Новеллы Эдгер в свою очередь также подходят к этапу сбора всех элементов в код. Да, пока лишь для Рута Эдмара, но по словам разработчицы Рэд Гриф, работа эта довольно быстрая. В остальном же, как сообщается, текст Рута Эдмара готов на 95%, а графика на 85%. Но и здесь стоит ожидать достаточно быстрого прогресса в работе. Авторы ядра Лисе также довольно быстро движутся к релизу первого эпизода своей игры. И отмечают, что он может состояться даже раньше конца осени. Ведь по их словам уже готовы все спрайты, больше половины цига-артов и часть фанов, начатая работу над интерфейсом и продолжаются над звуковым оформлением игры. Довольно интересный формат отчетов представила команда-панелька Games, ведущая работы над новеллой Hope. Помните старые добрые дайджесты недели? Нечто подобное замутили эти ребята. Правда лишь про свою новеллу и рассказывают в формате мини-подкаста о готовности визуала и музыки, а также отвечают на вопросы зрителей. И в конце данного блока пару анонсов. Первый из них у новеллы «Сердце надии» от разработчиков Атомы Мейн Драйт. Подробностей о проекте пока немного, кроме самого факта, что это тоже будет игра в жанре Атомы. Про второй проект под названием «Люти Клаб» тоже мало что известно. Однако, судя по короткому описанию, читателей ждет максимально захватывающая история, где главному герою предстоит вместе с его одноклассницами пить чай в школьном клубе. Пишите в комментариях, если всегда ждали новеллу с таким сюжетом. А мы движемся дальше и перейдем к блицу коротких новостей. Разработчики новеллы «Rabbit Creation of Mind» отчитались о полной готовности работы над спрайтами и сообщили, что осенью все же планируют выпустить небольшой пролог своего проекта. Авторы новеллы «Tohu Fading Illusion» сообщили, что почти закончили работу над переводом новеллы на китайский и португальский, а также отметили, что устраняют ошибки в английской версии игры. Разработчики «Диких ангелов» показали анимированный фон для своей новеллы и представили одну из героинь – Яну по кличке Белка. Судя по всему, мы закончили представлять кассы женских персонажей и авторы суморочья, показав публике прямолинейную, но творческую девушку Еву. Команда «Трибунала времени» между тем продолжает радовать подписчиков спешл-артами с героями новеллы. И на этот раз очередь дошла до Ангелины Коноваловой и Юки Ямагути. Авторы новеллы «My Folder» вслед за главным героем Андреем представили и двух героинь – застенчивую Катю и спортивную и жизнерадостную Киру. Разработчики «Каролины» между тем продолжают рассказывать про движок своей игры в рамках цикла статей и теперь поведали о разных его версиях для различных платформ. А создатели «Кота Домового» вышли на связь спустя некоторое время молчания и сообщили, что выход полной версии новеллы переносится на 2024 год, а они сами ищут художника по фонам для своего проекта. Ну и, наконец, еще одна анкета от авторов «River.ie», на этот раз бойкой девушки Алисы. И в конце, по традиции, немного о материалах, выходивших за прошедший период на канале LD. И тут, в первую очередь, можно отметить небольшой ролик, созданный в сотрудничестве с судьей LD Gemma Тейдентом Аколайтом, где он поделился 10 советами, как создать хорошую конкурсную новеллу. И если вы собрались участвовать в LD Gem, либо каком-то другом подобном ивенте, настоятельно рекомендуем ознакомиться с данным материалом. Ну а помимо этого, не можем не отметить рассказ о новелле «Под покровом солнца» в рамках рубрики «Почему стоит ждать», где мы поведали об этой милой деревенской повседневке, за которой, как намекают авторы, скрывается мистическая история. А на сегодня у нас все. Спасибо за просмотр данного видео. Не забывайте про священный ритуал. Лайк, подписка, колокольчик. Становитесь спонсорами LD на Бусти и ВК Донат. А также следите за новостями в паблике ВКонтакте, а также Телеграм и Дискорд. Для вас работала косплей-модель под ником Агрифана. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.